Новая тема у профессионалов в СМИ. Давайте-ка посмотрим. А когда нечем заняться, пойдет. Фотофакт. Заместительница главы Союза журналистов ДНР одевается как Мальвина. Вот, Александра Самсонова. Вот как Мальвина из сказки Буратино. Ха-ха-ха-ха. Самое смешное, что они даже поставили видео в свой сюжет, но к этому мы еще вернемся. Вот тоже профессиональные журналисты с подробностей. Журналистами Донецка руководит Мальвина, но эти вообще ее поймали тут кое на чем. Примечательно, что работник слова употребляет просторечное слово лавочка вместо литературного скамья. Она сказала на лавочке, а надо на скамье. Это говорят ребята с подробностей, которые в день по 5 абсолютно дебильных фейков ставят. Вот эти видео не поставили. Эти не поставили. А эти настолько тупые, что они поставили видео. Давайте послушаем видео. Суть домика такова, что каждый желающий может подойти, открыть книгу, газету взять, почитать ее на лавочке, на свежем воздухе. Потом подойти и обязательно вернуть ее обратно, для того, чтобы эти же книги поделились своими историями со всеми другими жителями города. Короче понятно, она изображала Мальвину. Мальвину из сказки, сказочного героя. Дети иногда читают сказки, детям нравятся сказки. Мальвина из сказки. Она не ходит так каждый день. Она Мальвину изображала для детей, маленьких детишек. Откуда у вас столько дерьма? У вас же дерьма наполовину с ненавистью. Вот это вот, это все, чем забиты ваши организмы. Вы даже захотите процесс дефекации совершить, у вас вместо дерьма полезет ненависть. Потому что ненависть уже вытесняет дерьмо из вашего организма. А дерьмо вы под завязку были забиты всю вашу жизнь, мне кажется. Даже когда Янукович был, Кучма был. Но сейчас это просто какой-то праздник. Это дети, маленькие дети, детки. Им почитать надо, ну книжки. Что здесь такого, что здесь плохого, что они книжки будут брать и читать их. Ага, ага, а как смешно. Идиоты.